В Сургуте появится специализированный центр помощи травмированным животным. Администрация города поддержала проект общественного движения «Дайлапу». Сейчас решается территориальный вопрос. Идет поиск подходящего участка. К слову, с этой идеей волонтеры обращались к властям еще два с половиной года назад. Общественникам уже выделяли землю, но на этапе решения вопроса об аренде поменялось земельное законодательство, и все документы пришлось оформлять заново. Сейчас в администрации на стадии выбора земельных участков. Будет он один или несколько, но мы не знаем, когда нам станет известно, этот участок выставят на торги. И уже организации будут торговаться, он будет отдаваться в аренду. И дальше мы уже будем тоже участвовать вот этим образом. То есть мы-то по законодательству идем, вот так же будем этот участок, за него торговаться. Как только дело сдвинется с мертвой точки, волонтеры начнут поиск спонсоров для обустройства центра. Общественники планируют содержать в нем травмированных животных для лечения, стерилизации и дальнейшего пристройства. На данный момент на попечении дайлаповцев около сотни собак, пока они находятся на передержках у волонтеров. Также приходится арендовать несколько участков в дачных кооперативах. Помимо этого волонтеры будут проводить в центре так называемые уроки добра с целью воспитания в людях ответственного отношения к тем, кого они приручили. Животных очень много. Многие сургутяне считают, что приют спасет ситуацию. Нет, он ускубит ситуацию. Вот если животных выкидывают, например, 10 в день, представьте, что вот эти все 10 животных попадают в приют. 10 плюс 10 плюс 10, 300 животных в месяц. На какие деньги их содержать. То есть всех их надо лечить, они должны жить в достойных условиях. Пока сургутяне выбрасывают животных, ни один приют не поможет. Пока из-за безответственности хозяев на улице города только растет количество бездомных кошек и собак. Волонтеры видят решение проблемы во введении нового закона о защите животных. Они принимают активное участие в подготовке предложений по изменению всей системы правового регулирования в этой сфере. Разработали проект внесения изменений в постановление правительства, устанавливающий порядок содержания питомцев. Общественники получили уже заключение антикоррупционной экспертизы. Администрация внесла некоторые замечания. До конца марта общественники планируют закончить работу над поправками. В части чипирования животных, они все-таки нам данный пункт отклоняют в связи с тем, что у нас в настоящее время по гражданскому законодательству животное является имуществом. Это статья 137. И соответственно, как поясняет нам администрация, то мы нарушаем конституционное право собственника владельца животного на выбор метода идентификации своего имущества.